Дорогие братья и сестры, давайте еще раз вместе скажем слава нашему Господу. Приветствую всех. Рад сегодня быть здесь. Для каждого из нас быть здесь на самом деле это милость. Милость от Господа, потому что Слово Божие учит нас так, что милость Его обновляется каждое утро. Сегодня утро, и мы свидетелями являемся Его милости. По милости Его мы не исчезли, мы сегодня здесь, мы сегодня в Доме Божьем. Мы сегодня можем с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы обрести мир, получить благовременную помощь. Сегодня Бог на этом месте взирает на каждого из нас. Никого Бог не оставит незамеченным, ни мимо кого Бог не пройдет. Бог желает благословить каждого. И сегодня давайте мы вместе обратимся к Священному Писанию. Пусть Бог благословит, что-то скажет каждому сердцу. Я хочу напомнить всем нам, думаю, известную всем притчу. Мы ее часто вспоминаем. Кто-то, может быть, наизусть даже может процитировать ее. Но я хочу прочитать. Из 13 главы Евангелия от Матфея, с 1 стиха, написано такое слово. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистых, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, завяло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит». Рассуждая над этим словом, вообще мы призваны рассуждать над словом. То есть мы можем его просто прочитать, запомнить как некоторую информацию, текст, но Слово Божие нас призывает Бог через Своё Слово, чтобы мы вникали в это учение. То есть рассуждали, размышляли, о чём оно нам говорит. Иисус своим ученикам эту притчу истолковал, и сказал, что каждый участок – это сердце человека. То есть по большему счёту можно сказать так, что Иисус здесь говорит о людях, не о неверующих, не о тех, кто не хотят слышать, не хотят ничего знать о Боге, а о тех, кто слышит Слово. То есть по большему счёту можно так сказать, это о нас с вами. И несмотря на то, что это люди, которые сердце своё открыли для Слова Божьего, написано, что не всякое сердце принесло плоды. И были на то причины. Одно сердце как участок возле дороги, одно сердце человека как участок такой каменистый, третье – терния, и четвёртая такая категория – это те, о которых Иисус сказал «добрая почва». И вот если мы порассуждаем, что Иисус предупреждает, открывает нам, что те, кто слышат Слово, должны внимательными быть, чтобы не оказаться… Ну, я думаю, никто из нас не хочет оказаться в категории тех, о которых Иисус сказал, как три таких участка, которые неплодородные. Всем нам хочется принести плоды Господу, потому что мы можем Господа прославлять устами, говорит «слава тебе, Господи», но при этом Иисус говорит «тем прославится Отец Мой Небесный, когда вы принесёте много плода». То есть слава Божья для нас с вами – это приносить плоды. И вот если мы посмотрим на тех людей, которые относятся к категории, где почва добрая, я рассуждаю и думаю, а почему так произошло? Почему у одних почва плохая, непригодная, каменистая, тернии, там птицы летают, а у других добрая? Что они какие-то особенные, может быть? Я не думаю, что каждый, ну, кто-то из христиан может сказать «я совершенный, я чего-то, ну, всего достиг, идеальный, без недостатков». Я думаю, что те люди, о которых сказано, что они приносят плод, это не те люди, которые без недостатков. У каждого из нас есть какие-то недостатки. Я думаю, что эти люди каким-то образом сподобились достигать того, чтобы их почва была плодородная, в отличие от тех, у которых семя не принесло плод. И если мы порассуждаем, то на самом деле та почва, которая непригодна, есть причины, почему она непригодная. Мы можем, ну, на первый взгляд, может показаться, ну, не повезло людям, вот такой достался им участок. Ну, вот хотел где-то, где плодородное место, а вот достался у дороги. Или хотел, где почва удобренная, а достался там, где каменистая почва. На самом деле, я думаю, мое мнение, причина в другом. Не в том, где расположен участок, а сколько сил и усилий я приложил для того, чтобы этот участок привести в нормальное состояние. И вот хочу, чтобы мы вместе порассуждали, а можно ли что-то было бы этим людям сделать, у которых там, у дороги участок, у которых каменистый участок, в тернии. Можно ли что-то сделать? Или уже поменять ничего нельзя? Это звучит как приговор. Ну, неудачный у меня участок. Ну, что поделать? Ну, теперь придется жить с тем, с чем есть. На самом деле, я думаю, все решаемо. И вот как пример хочу из разных мест священного писания привести такие примеры, как человеку, ну, скажем так, удавалось решать эти вопросы. Первое место, о котором сказал Иисус, это почва, которая возле дороги. И там проблема такая, что налетают птицы и клюют эти зерна. Неужели этот вопрос не решаем? Я не знаю, я с детства помню сказки, рисунки какие-то в этих сказках, где на поле нарисовано пугало. Ну, кто в деревнях может видеть, кто так вот из сказок знает. Я вот вживую не помню, чтобы не доводилось видеть, но в рисунках видел. То есть люди научились отгонять птиц. И когда нет возможности 24 часа находиться на поле, люди ставят пугало, ну, там старые фуфайки, там что-то изображают, имитируют образ человека. И, в общем-то, это, я так понимаю, эффект какой-то от этого есть. Другая сторона, то есть вопрос с птицами на самом деле решаемый, если приложить старание, если не пустить все на самотек, а приложить старание, найти старую фуфайку, найти там шапку, поставить это пугало, и думаю, что эффект от этого будет. Священное Писание нам описывает такой случай, я хочу его всем нам напомнить, когда Бог Аврааму обещает наследие. Он говорит, посмотри на небо, сколько звезд, вот таким будет твое наследие. И написано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И вот в этом же месте, которое я сейчас процитировал, это 15 глава книги Бытие, написано такое слово. Я прочитаю с 7 стиха. И сказал ему, то есть Авраам, Господь Аврааму, «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». «Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек». И дальше написано интересное слово. «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их». То есть Авраам, ну, как бы мог такую позицию занять, положил и пошел по своим делам. Авраам так не поступил. Он оставался там, и когда птицы налетели, там немножко другие птицы, там хищные птицы, которые, ну, плотоядные были, но тем не менее налетели птицы, которые, в общем-то, составили определенную проблему. И если бы Авраама там не было, я думаю, то, что сделал там Авраам, принес, что птицы бы это все просто съели. Но что сделал Авраам? Остался там до ночи, и он занимался тем, что он этих птиц отгонял. Он не позволил этим птицам поклевать то, что он там положил. Ну, другими словами, что вопросы с этими птицами тоже решаемы. И проблема не в том, что птицы налетели и поклевали, проблема в том, что человек, который отвечал за свой участок, он ничего не сделал для того, чтобы помешать этим птицам склевать это семя. Следующее место мы помним. Иисус сказал о том, что второе поле, второй участок – это земля каменистая, где вот камни лежали. Я хочу такой небольшой пример рассказать. У меня брат Миша купил дом, там есть участок. И когда мы стали этот участок весной вскапывать, для того, чтобы посадить картошку, пахали мотоплугом, я удивился, сколько там, я до сих пор не знаю, у меня есть предположения, может быть, там с соседом у него отношения были, у бывшего хозяина натянуты, что он туда камней, гвоздей, кирпичей, стекол накидал. В общем, идешь пашешь, столько кирпичей, столько камней, столько стекол, столько ржавых гвоздей. Я думаю, откуда они? Ну, земля-то не должна. Вроде они картошку садили до этого. Откуда столько? И вот, когда я шел, мотоплугом пахал, когда камушек какой-то на поверхность влазил, я мог рукой махнуть и дальше идти. Но вот сколько гвоздей я видел, сколько камней, кирпичей и стекол видел, я все это подымал и бросал в сторону. То есть проблема с каменистой почвой на самом деле тоже решается. И вот у Соломона в книге «Экклесиаст» есть такое слово в 3 главе, в 5 стихе, он говорит, «Время разбрасывать камни и время собирать камни». То есть проблема каменистой почвы это не проблема в почве, а проблема в том человеке, которому эта почва принадлежит. Потому что эти камни, в общем-то, как Соломон пишет, можно собрать, есть на это время. Нам сегодня дано время, если я вижу, что есть какие-то камни, которые не дают мне плодотворным быть для Господа, эти камни можно собрать, выбросить и проблему решить. Следующее место, которое Иисус говорит, почва, написано «В тернии упало». Ну, тернии – это вот такой сорняк, который заглушает семя, и оно становится бесплодным. В книге «Притчи» есть одно место, которое тоже говорит о земле, которая покрыта тернием. И Соломон, он говорит причину, почему эта земля покрыта тернием. Я хочу прочитать из книги «Притч», из 24 главы, дописано такое слово с 30 стиха. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась». Он говорит о том, что он увидел поле человека, которое покрыто тернием. И он сказал, причина в чем? Не в том, что почва плохая, а в том, что это поле принадлежит человеку какому? Ленивому. Человеку, который не прилагает стараний, чтобы эти сорняки, терни, все это поубирать. То есть, этот вопрос тоже решаемый на самом деле. Нельзя занять такую позицию, сказать, мне не повезло, у меня почва неудачная. Это не оправдание. И я хочу напомнить место Священного Писания, где Иисус Христос рассказывает притчу о рабах, которым господин дал таланты, чтобы они употребили. И потом, когда он вернулся, он стал с них спрашивать. И первые рабы приходили и говорили, мы дали, принесли тебе больше. Но один человек нашелся, который сказал, вот тебе твое. То есть, он вернул ему то, что взял. И что говорит господин? Я прочитаю это место, написано в 25 главе Евангелия от Матфея. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый. То есть, причина была не в том, что он не смог. Причина была в том, что он не стал этого делать. Он оказался ленивым. И Соломон здесь говорит о том, что я проходил мимо вот этого поля человека ленивого. То есть, мы видим, что на самом деле причина того, что почва не приносит плод, это лень человека. Когда человек видит, но ничего с этим не хочет делать. Конечно же, можно занять опять же такую позицию. Ну, у меня нету сил, я не способен, у меня не получается. Павел, апостол Павел, он говорит, я все могу. И потом поясняет, как он может. Вы укрепляющий меня Иисусе. Иисус Христос сегодня на нашей стороне. И Он говорит, я тебе все дал. Написано, что нам все даровано для жизни и благочестия. И дальше написано так. То вы, прилагая к этому, все старание. То есть, Бог желает, чтобы мы не были ленивыми, чтобы мы употребляли наши старания, и чтобы воля Божия в нашей жизни исполнялась. Я буду заканчивать. Хочу такое место, на мой взгляд, интересное, показывающее то, что нету ситуации безнадежной. Потому что вот это слово, Иисус, который говорил о поле, Он говорил к людям, повторюсь, верующим, не к тем, которые ничего слышать не хотят, а к тем, которые слышат. Кто-то не понимает, у кого-то там неглубоко с ними попадает, где-то заботы и так далее. То есть, Он говорил к людям верующим. И, конечно же, Бог желает, чтобы мы исправлялись. И вот такое место, в книге Откровения, в третьей главе, я прочитаю это место с 14 стиха. «И ангелу Лаодокийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Если на этом месте остановиться, звучит как приговор. Ты плохой, ты негодный, я тебе извергну, я тебя отвергну. Ты больше мне не принадлежишь. Но что мы читаем дальше? То есть, такая характеристика, ну, просто вот негодного, да, вот человека, или вот здесь про ангела говорится, то есть, не подходит ни по каким показателям, ни по каким критериям на служение Богу. И можно было сказать, ну, образно, конечно, что Бог на этом ангеле поставил крест. Все, ты мне не подходишь. Я тебя извергну из уст моих. Но что говорит дальше Бог? Я пропущу 17 стих, 18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Бог, обращаясь к нему, говорит, «У тебя не все потеряно. Приди ко мне, возьми белую одежду, возьми мазь глазную, помажь, у тебя все наладится, я помогу тебе». И дальше он говорит такое слово, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Итак, «Будь ревностен и покайся». Я думаю, вот это слово «ревностен» – это антоним, да, слову «ленивый». То есть, есть человек ленивый, а есть человек ревностный. И вот Бог говорит «Будь ревностен и покайся». У меня призыв ко всем нам. Это слово «к нам». Потому что мы можем тоже сегодня видеть, что кто-то занимает разную позицию, кто-то усердно старается вникать в Слово Божие, пребывать в служении, а кто-то посредственно, ну так, от случая к случаю бывает на служении, редко молится, может быть. То есть, человек ленивый. Я могу задаться вопросом, «А что мне с этой ленью делать?» Ну да, вот я все, я понял, я признал, я ленивый. А что мне делать? Могу ли я собственными силами как-то себя исправить? Даже если ты не можешь, есть тот, кто может тебе помочь. Что тебе нужно? Тебе нужно покаяться. Поэтому я призываю сегодня нас совершить молитву. Если я вижу, что мое поле подобно вот этому участку возле дороги, или каменистому, или в Тернии, что я должен сделать? Причина не в поле, причина во мне. Я, значит, ну просто, скорее всего, ленивый, и я не тружусь как нужно. И в этом нужно покаяться. А второе, как написано к этому ангелу, «Купи у меня это золото, возьми у меня эти одежды белые, возьми глазную мазь, я тебе это все дам, у меня это есть, я хочу тебе это дать, приди ко мне, это возьми, я тебя хочу благословить, я хочу, чтобы твой участок был плодоносным, я помогу тебе, я все сделаю, у меня все для этого есть. Просто покайся, обратись ко мне, я тебе помогу, я хочу, чтобы мы помолились». Бог желает видеть нас таким полем плодородным, которое приносит плоды, потому что придет день, братья и сестры, все мы перед ним предстанем, будем давать отчет, воля Божья нас благословить. Бог не желает нас взять и осудить за то, что вот мы такие плохие, негодные, написано, Он не желает отвергнуть даже отверженного. Воля Божья – это наше благословение, как сегодня было сказано, что Он приготовил для нас обители на небесах, Он не хочет, чтобы они остались такими, ну, незаселенными, пустующими. Воля Божья, чтобы все мы вошли в жизнь вечную и прославляли Его в вечности, поэтому я хочу, чтобы мы помолились, если мы видим себя в чем-то ленивыми, чтобы мы покаялись и попросили Господа, Господь, помоги мне переобразить мой участок, выкинуть эти камни, выдрать эти тернии, помоги мне, я сам, может быть, не смогу, Ты мне поможешь. Пусть нас Бог всех благословит. Аминь. Будем молиться. Спасибо.